Вот если так немножко потестировать видео, можете звук заодно оценить, правда в комнате сильное эхо, вот видео без всякой стабилизации, без всего, просто снимаю с рук, вот как видите снимает очень достойно, зона фокусировки очень резкая, да, он все-таки неплохо справляется с автоподстройкой светочувствительности, потому что на самом деле другие смартфоны, у них прям беда, они знаете, прям рубят, но я имею ввиду смартфоны данной ценовой категории, они прям рубят светочувствительность, то есть ты прям резко получаешь либо темный задник, либо передний, либо светлый задник, здесь же все-таки чуть помягче он отрабатывает, вот если прям с темного участка перейти на светлый, он мягче отрабатывает, в всяком случае так я вижу на экране, а там знаете как, может ситуация немножко меняться, вот я снимаю сейчас в студии, освещение вдалеке, то есть это не очень хорошее освещение, но в принципе я считаю, что неплохая картинка, фокусировку я сделал по тапу, то есть сейчас фиксированная фокусировка, вот как снимает Meizu M6, как видите, очень-очень интересно отрабатывает задний фон у нас, БК, единственное, что немного грубовато работает чувствительность ISO, ну чуть-чуть, мне казалось, что было бы получше, если бы он более мягко отрабатывал, хотя, вы знаете, наверное, неплохо, для цены такого смартфона это неплохо, вот сейчас мы сфокусируемся получше, и посмотрите, очень неплохо, и вот объект более темный сейчас сделаем, вот так вот, да, вы знаете, он держит ISO, вот темнеет, да, картинка, он держит неплохо, хотелось бы даже ручные настройки, но, слушайте, ребят, за эти деньги у аппарата очень-очень приятная картинка, посмотрите, насколько резкий объект, насколько приятная БК, вот там листья, видите, шевелятся, очень красиво, прям супер. Так, ну и еще один тест, тоже смотрим, насколько резкость хорошая, как видите, детализация отличная, то есть, снимает он, я так подозреваю, Full HD, я еще не смотрел спецификации файла и всего остального, но, судя по всему, снимает Full HD, посмотрите, как красиво он мылит не только передний план, но и задний план, обалденно. Итак, вот фронталка, можете посмотреть, насколько он хорошо справляется со сложным освещением, впереди меня софтбокс, я вот к нему подхожу поближе, софтбокс, сзади тоже яркий софтбокс, но, как видите, смартфон неплохо справляется, то есть, я не черный, не темный, да, я не такой светлый, какой мог бы быть, но все-таки очень хорошо справляется достойно. Для данной ценовой категории смартфон крайне хорошо справляется со сложным освещением, если прям подойти вот так вплотную, ну, понятно, что ему будет тяжко, а вот так очень даже. И я скажу вам, что цвет майки, баланс белого, в принципе, здесь тоже на неплохом уровне, не скажу, что это идеально, все-таки это ультрабюджетник, но снимает хорошо, можете снимать себяшки, можете снимать влоги и заодно послушайте, как записывает звук, я думаю, что вас тоже он устроит. Но, во всяком случае, пока что, я еще не знаю, как он снимает, в момент, когда буду монтировать, все узнаю. Вот такой вот тест, можем пробежаться вот так вот по студии, посмотреть, насколько все это дело у нас здесь записывается ярко, либо темно. Сейчас софтбоксы достаточно далеко, и я в таком, знаете, освещении не очень хорошее. И, вы знаете, неплохо справляется, кожа стала чуть более розоватой, да, он немножко играется с автоподстройкой ISO, с балансом белого, потому что здесь все на автомате, никаких ручных настроек, но справляется неплохо, учитывая в заду смартфона. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok